Наматывались, то есть вот сюда вот провода, и они вот так вот ходили, вот так вот раскручивали. Так в 42-м году связисты протаптывали сигнал на Невском пятачке. Ржавой железке достали из земли поисковики. Для них это кустарная модель переноски. Спустя 80 лет – редкая находка. Придумали такую катушку, чтобы было удобнее переносить все провода в мобильные, также телефонные и радистам, чтобы было удобнее. Такое найти, но не каждому, знаете, доноре. Хвастаются успехами волонтеры раз в год на добровольческом слете. Сегодня сюда приехало 400 школьников и студентов из десятков районов края. Все они в свободное время – тимуровцы. Совсем недавно закончилась акция по серебряному добровольчеству. То есть ребята работали с ветеранами, получается, ходили в гости к бабушкам и дедушкам, работали по направлению мастер-классов, то есть создавали какое-то общее дело. То есть кто-то вязал, скажем так, какое-то полотно, кто-то пек пирожки. И, собственно, произошло взаимодействие наших поколений. Объединение добровольческого движения, движение поискового – это те направления развития молодежной политики, которые всегда, я уверен, в нашем государстве будут в приоритете. Здесь в большем приоритете год от года дела военные. Достижение поисковиков за этот сезон на нескольких столах. Рядом репродукция фронтового быта. А по соседству на детском слете – реальные росгвардейцы с реальным оружием. Я хочу в армию очень сильно владеть этим оружием. Прикольно, думаю, весело будет. Понимая, что наши прадеды вложились в землю для того, чтобы мы жили, все равно как-то, знаете, под спутом в душе развивает тот росточек, который со временем вырастает в то понимание, что придет час, и мне нужно, как и мой прадед, встать каменной стеной. В этом году школьники края совершили семь поисковых экспедиций в Карелию, Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Они помогли поднять останки 28 советских солдат, в том числе и нашего земляка Ивана Наговицына. Остальные волонтеры свои будущие добрые дела продумывают уже сейчас. Лучшие проекты назовут совсем скоро. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.